Школу без крыши в Чебоксарском районе сначала заливало дождями, сейчас задувает снегом. В больших катрасях почти полгода назад на капитальный ремонт закрыли среднюю школу. Однако объект по-прежнему в удручающем виде. В полуразобранном здании без отопления уже расползается плесень. После многочисленных обращений родителей учеников здесь заменили подрядчика. Как теперь справляются рабочие и когда школьники и учителя смогут вернуться в родные стены? Расскажем в сюжете. Здание школы сейчас больше похоже на декорации к фильму ужасов. Пустые коридоры, отсыревшие стены и пол, торчащие конструкции и повсюду плесень. Хотя капитальный ремонт должен быть в самом разгаре. Только редкие звуки строительных инструментов возвращают в реальность. В июне здесь приступили к масштабным работам. Начали с крыши, но уложить кровлю и придать новый облик зданию рабочие не торопились. Объект оказался в числе проблемных. Первый подрядчик, который выиграл контракт, это индивидуальный предприниматель с Ростовской области. По большому счету провел только демонтажные работы и прекратил производить дальнейший процесс по капитальному ремонту. С ним был расторгнут контракт. Сегодня ведется претензионная работа. Здесь мы попросили в том числе и прокуратуру Чуварской республики подключиться. Сама процедура заняла тоже расторжение и поиск новых подрядной организаций. И школа практически два месяца стояла без ремонта. Вот сейчас 11 ноября ремонт возобновился. Это очень радует. Сроки немножко удлинятся, но к сентябрю мы, надеемся, войдем в хорошие светлые новые стены здесь. В завершение капитального ремонта ждут 240 учеников из 9 ближайших деревень. Пока их на школьном автобусе отвозят в соседние образовательные учреждения. Большокотрайскую школу построили в 83-м году. Изношенное здание вошло в федеральную программу по капремонту. На модернизацию школы выделено 44,5 миллиона рублей. Начатое в июне тотальное преображение должно завершиться до апреля. Это по плану. По факту здесь уже есть большое отставание от графика. Новому подрядчику в первую очередь нужно восстановить крышу и запустить тепло. Обследование объекта показало недочеты предыдущих строителей. И теперь приходится переделывать часть работ. Школа будет облицовываться металлокассетами, наружная облицовка. Нужно, чтобы вынос оставался не менее 30 сантиметров по крыше. Здесь вот этой величины нет, и нам приходится сейчас восстанавливать. То есть 360 узлов разбирать и восстанавливать, чтобы вынос был нормальный. За считанные месяцы здесь требуется выполнить колоссальный объем ремонта. По словам подрядчика, за пару недель уже сделано 10% работ по кровле и отоплению. Однако пока на объекте занято всего 10 рабочих. И такими темпами, отмечают в Министерстве образования республики, вряд ли удастся наверстать упущенное. Обратили внимание и самого подрядчика, и службы единого заказчика на то, что надо усиливаться и ускоряться по этому объекту. Здесь есть и ожидания граждан самих, которые ждут сдачу данного объекта быстрее в эксплуатацию. Ну и кроме того, времени на раскачку, конечно же, нет. С крышей и отоплением подрядная организация должна справиться до нового года. Затем приступить к внутренним коммуникациям. Учителя, дети и родители надеются, что неприятности с капитальным ремонтом на этом закончатся. И в обещанный срок они вернутся в обновленную школу. Ирина Николаева, Надежда Александрова, Екатерина Янгалакова. Вести Чуваши.